Всем привет! Я Таша и сегодня буду рассказывать о книге «Замуж не попасть» или «Бракованная невеста» автор Ольга Ульевна. Это такое комедийное девичковое фэнтези. Извиняюсь, что не показываю книгу в натуральном виде, потому что читала я её в электронном. И свой отзыв я начну издалека. По мне, это каждый читающий человек хотя бы раз, но пробовал свои силы в писательстве. Я совершенно не исключение, но получается у меня плохо. Диалоги выглядят какими-то искусственными, не нравятся они мне. И какие-то переходные моменты между ситуациями, ну, они то получаются, то не получаются. В общем, так, графоманка я, не писатель. Пишу исключительно в стол и только для себя. Так вот, почему я об этом вам говорю? Когда я читала данную книгу... Так, вот сейчас, фанаты, пожалуйста, выключите видео и воздержитесь от желания закидать меня тапками, тухлыми помидорами, не менее тухлыми яйцами или чем-либо ещё. Потому что, когда я читала эту книгу, у меня было ощущение, что я читаю собственные попытки писать. Те же самые неловкие диалоги и те же самые какие-то не всегда удачные переходы между ситуациями, сценами. Помимо вот этих вот недостатков, должна отметить, что я нашла очень много логически недоработанных нюансов. И как Станиславский, мне так и хочется рассказать, не верю. Ну вот не верю, ну не может быть так, чтобы вот это не было предусмотрено, вот это вот не было. Вот эта вот штука не объяснена. То есть и таких вещей там их, ну не то чтобы много, но несколько точно есть. Я почитала отзывы на Лафлибе, там достаточно, по-моему, низкая оценка. Три с лишним, звезды из пяти. То есть я ставлю троечку, ну большинство. То есть и говорят всё то же самое, что вам сейчас сказала я. То есть я не единственная такая во мнении, хотя очень часто моё мнение идёт в развес сомнений большинства. И я совершенно не отрицаю, что у этой книги в частности и у писателя в общем найдутся свои поклонники, которые будут с огоньком в глазах доказывать, что ты чё говоришь, что это же вообще самое шикарное, что можно было прочитать. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Вот я пришла бы к такому мнению, которое я вам только что озвучила. Кто-то может читать иначе. А ещё, как мне кажется, автору стоит потренировать своё перо, потому что у меня лично сложилось впечатление, что эта книга была её самой первой. Может быть, даже так и есть. Мне кажется, если она ещё немножко потренируется, то цены ей как автору не будет. Но пока есть к чему стремиться. На сегодня всё. До скорых книг. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»